Еще одно учреждение образования распахнуло свои двери в городском округе Люберце. В микрорайоне 7-8 открылся филиал детской художественной школы, рассчитанный на 400 учеников. Наша съемочная группа узнавала, как юных люберчан будут обучать изобразительному искусству. Торжественное открытие нового филиала детской художественной школы началось со слов благодарности. За добросовестный труд и значительный вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения Владимир Ужецкий наградил знаком отличия за заслуги перед Люберецким муниципальным районом первого директора школы Наталью Шапошникову, а затем глава округа вручил символические ключи новому руководителю учреждения. Мы пытаемся, насколько у нас это получается, развивать абсолютно все. Все, что касается и городской среды, все, что касается социальных вопросов, в том числе образования. Потому что в основе развития любого общества, любого человека – это образование. Люберецкая художественная школа была основана в 1990 году. В 2013 году при поддержке администрации открылось дополнительное помещение на улице Урицкого, а новый филиал расположился на проспекте Победы. Таким образом, в трех корпусах учреждения могут обучаться 800 человек. Дети занимаются с 6 лет до 16, с 6 лет до 9 – это подготовительное отделение. В конце мы выдаем диплом окончания детской художественной школы, диплом официальный. С открытием новых помещений в художественной школе запланировано развитие новых направлений. Кроме основных предметов по рисунку, живописи, композиции, керамики, скульптуре, истории искусств, дети будут изучать также дизайн и компьютерную графику. Я много чего перепробовала, и танцы, и плавание, и решила сходить в художественную школу, и понравилось, решила остаться. Интересные занятия, преподаватели очень хорошие. Преподавательский состав, гордость школы, свои знания подрастающему поколению передают педагоги высшей категории. Среди них есть заслуженные художники России. Стоит отметить, что у таких учителей достойны ученики. В этом году Люберецкая художественная школа заняла седьмое место в рейтинге Московской области. Работы учащихся регулярно участвуют в районных, областных, всероссийских и международных выставках. Министерство культуры Российской Федерации поощрило десятерых лучших воспитанников художественной школы поездкой в Санкт-Петербург. Луиза Игазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова